Свен Нуртквист. Чужак в огороде. Перевод со шведского Виктория Петруничевой. Издательство Белая Ворона. Петсон живет в небольшом доме с садом. Рядом с домом расположены курятни, где живут куры, и два сарая. Один дровяной, а в другом старик устроил себе мастерскую. У Петсона есть любимый котенок Финдус. Когда Финдусу нечем заняться, он дразнит кур. Кур. Иногда он играет с курами в салочки. Если не считать Петсона, куры – самые близкие друзья Финдуса. Однажды Петсон принес домой картонную коробку. Он остановился у курятника и сказал Финдусу – близко не подходи. Петсон открыл коробку, и оттуда выскочило что-то огромное и темное. Спасите! Сова! Какая же это сова? Это петух. Петух. Теперь он будет жить у нас. Петух стоял у ограды и с подозрением оглядывал двор. Зачем он нам нужен? Какая от него польза? Нам что, кур мало? Я пожалел его. Густавсон хотел сварить из этого петуха бульон, и я решил забрать его к нам. Вот увидишь, как обрадуется ему в курятнике. Куры решились, наконец, подойти поближе. Им было очень интересно узнать, что же такое происходит. П-п-посмотрите-ка, у нас появился петух. Какой он красавец. Ку-ку-ку-ку. Ты молодец, Петсон. Это то, что нужно. Финдус злобно посмотрел на кур. Что значит нужно? Кому здесь нужен петух? За всю мою жизнь мне ни разу не понадобился петух. Тебе, понятно, не нужен. Но должен же кто-то следить за этими непоседами в курятнике. Знаешь что, ку-ку-ку-ку, если здесь кто и непоседлив, так это ты. А нам петух нужен вовсе не за тем, ку-ку-ку-ку. И вдруг петух прокричал. Ку-ка-ре-ку! Громко и мелодично. Петсону и курам это очень понравилось. Но Финдус был возмущен. Как железом по стеклу. Ты красиво поешь, сказал петуху Петсон. Давай назовем тебя Юсси. Так зовут одного известного певца. Да не надо его вовсе никак называть. Куры окружили петуха и стали громко аплодировать его пению. Юсси был польщом и спел еще раз. Какой он важный, когда свысока смотрит на кур. Гордый, как все петухи. Гордый! По-моему, он выглядит просто глупо. Он слишком важничает и надувается. Надеюсь, в один прекрасный день он лопнет от натуги. Петух пропел свое ку-ка-ре-ку еще раз. Петсон, скажи ему! Эти вопли совершенно невозможно слушать. Он что, так и будет орать целый день? Ты скоро привыкнешь. Так приятно послушать красивое пение. Раньше у нас было уж чересчур тихо. Сердитый и обиженный котенок стоял и смотрел, как куры ходят за петухом по пятам. А петух клевал землю и показывал им, что можно съесть. Как будто куры не умели сами находить себе еду. Иногда ничего съедобного в земле не оказывалось. Но куры все равно были довольны. Ты видишь, он хочет их обмануть. Нет там никакой еды. Все они такие, эти петухи. Им нельзя доверять. Откуда ты знаешь, какие бывают петухи? Ты ведь их никогда не встречал. Это и так всем известно. Так прошло несколько дней. Финдус совсем раскис. Он считал, что из-за петуха все пошло наперекосяк. Куры больше не хотели играть с котенком. Хотя он старался придумывать самое забавное развлечение. Например, Финдус решил научить курицу Мюльфию летать. Он бросил поперек бревна доску. Получились качели. Потом Финдус положил на один конец доски бутерброд. А сам залез на ветку, которая свисала прямо над другим концом доски. Мюльфия захотела съесть бутерброд. И вскочила на качели Финдуса. Котенок только этого и ждал. Он спрыгнул с дерева на доску. И бедная курица взлетела высоко в воздух. Финдус решил, что это очень веселая игра. Мюльфия ведь никогда не взлетала так высоко. Значит, должна радоваться, что Финдус подкинул ее выше крыши. Но курице почему-то не понравилось летать. Финдус был уверен, что виноват в этом вредный Юсси. Если бы он не начал кричать и возмущаться, куры обязательно полюбили бы игру с качелями. Так думал Финдус. Теперь это повторялось всегда. Стоило Финдусу приблизительно...